Так, что-то я включилась, посмотрела на себя. Диван в цветах, я в цветах. Пойду я поменяю всё-таки фон, а то слишком много цветов. Девчонки, всем привет! Я надеюсь, что у вас всё хорошо. Меня зовут Маша. Кто не знает, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас какой день недели? Среда. На улице очень жарко. Жарче, чем вчера, и жарче, чем позавчера. Соответственно, у меня поменялся образ жизни немножечко. Я перестала выходить на улицу днём. Раньше я всегда гуляла днём, сейчас я перестала себя насиловать. Пару раз я вышла, честно говоря, и мне показалось, что я не получаю удовольствия от прогулки. Даже с целью разогнать кровь, подвигаться, намотать шагов, мне это не приносит никакого удовольствия. Я сейчас днём нахожусь дома, а вечером мы с мужем по возможности, если есть желание и время, потому что у нас комендантский час начинается в 9, мы стараемся выходить. Ну вот так оно, по сути дела, и вышло, что ничего не изменилось с тех пор, как нас якобы освободили с локдауна. Как мы сидели, так мы, ну я, по крайней мере, как находилась дома, так и нахожусь дома лишь с той небольшой разницей, что вечером мы можем как-то вместе погулять, и то не каждый день. Вот такая вот история. Ну, я думаю, что вы уже знаете из новостей, я не первая, кто об этом вам сейчас говорит, потому что моё видео выйдет с небольшим опозданием, что Турцию не открыли, как и предполагалось, что приедет делегация из России, будет проверять санитарные нормы и готовность Турции принять туристов. Ну, как говорится, посмотрим-посмотрим, чем закончатся такие игры. Конечно, мы надеемся и верим, и ждем, а тем не менее авиакомпании, например, авиакомпания Seven отменила все рейсы вплоть до октября, потому что, видимо, авиакомпаниям тоже надоели эти качели, поскольку люди все-таки выкупают рейсы, выкупают вперед надолго, потом начинаются вот эти возвраты, вот эта вот беготня с билетами, видимо, авиакомпаниям это все, мне кажется, вся эта движуха надоела. Так, давайте приступим, наверное, к вашим вопросам. Мне под видео пишут комментарии, я хочу ответить вам устно, потому что писать, как правило, очень долго, нудно и мало кто читает. Ну, видео посмотрят, там, может быть, пару тысяч человек, а комментарии прочитают, не знаю, сколько, ну, дай бог, сто. Поэтому, кстати, знаете, вот сколько я веду канал, да, сколько лет уже, кстати, наверное, пять лет будет в этом году, в июне моему каналу. И все равно люди задают одни и те же вопросы, одни и те же вопросы. И что самое интересное, блогеров сейчас очень много. Блогеры вообще оплодятся в геометрической прогрессии, ну, сейчас все хотят как-то проявить себя. Раньше это было не так, даже пять лет назад не было такого количества блогеров. И даже несмотря на то, что очень большой выбор блогеров разных совершенно, с разным характером, с разным мировоззрением, из разных городов, приехавшие из разных стран в Турцию, все равно, простите за звуки, все равно люди задают одни и те же вопросы про турецкую культуру. И вопросы эти не истекают. И блогеры продолжают снимать видео по кругу, и все равно эти видео смотрят вот что самое интересное. А это я к чему? Мне задали два очень интересных вопроса, и они достаточно перекликающиеся между собой. Значит, в прошлом видео я демонстрировала футболку, которая показывала одно плечо. То есть, это просто футболка, где видно одно плечо. Там нет ни декольте, ни открытые суперспины, в общем, ни открытого желота, а просто плечо. И девушка пишет мне вопрос, задает мне вопрос. Маша, ты красавица, большое вам спасибо. Но сможешь ли ты выйти на улицу в этой футболке? Вы знаете, я всегда столбенею от таких вопросов, потому что у меня в голове, наверное, сейчас немножечко какая-то другая реальность. И я понимаю, начинаю осознавать, что есть люди, которые живут совершенно в какой-то другой реальности, в своей. И они имеют свое мировоззрение о моей жизни. Может быть, даже не о Турции, может быть, о них о Турции другое мнение. Но вот именно о моей жизни у них совершенно какое-то, не знаю, какое-то свое мировоззрение, которое меня, знаете, иногда даже немножечко пугает. Давайте, наверное, про одежду немножечко поговорим, про запреты турецких мужей. Кстати, был когда-то такой тренд на подобные видео, запреты турецкого мужа. И девчонки вот воодушевленно рассказывали, что же им запрещает делать их муж турок. То есть это была прям, знаете, тенденция. Я помню, что я еще возмущалась на эту тему и говорила, не надо пугать наших родителей такими видео. И, конечно, я получила кучу хейта. Но все равно я придерживаюсь своего мнения, что запреты, вообще уже запреты звучат как-то, знаете, очень странно. Да? Ну, давайте про одежду, про форму одежды, раз уж это так продолжает волновать. Как-то оправдывать Адану и говорить в каждом видео, нет, Адана, вот здесь все хорошо. Все равно у людей есть определенное мнение о каждом городе Турции. Да, считается там, что в городе Ван, кстати, я в нем не была, что в городе Ван живут курды, что там напряженная обстановка. Считается, что Измир очень популярен красивыми девушками и свободными нравами. Что Эрзурум тоже достаточно такой, скажем так, консервативный город, к примеру. Адана, это вот считается город психопатов, цыган, вот здесь вот с цыганами. Ну, окей, давайте я не буду разубеждать кого-то, если кому-то интересно. Я думаю, приедет и сам посмотрит, как здесь обстановочка на самом деле. Но скажу вам так. Я, конечно же, тоже была полна таких стереотипов, когда сюда приехала. Но проблема вообще всех турецких городов в том, что здесь очень контрастное население, вообще контрастное во всем и во внешнем виде в том числе. Здесь нет середины, я об этом часто рассказываю. Здесь нет середины, здесь либо полностью консервативно одета женщина, закрытая женщина, либо женщина очень открытая. Ну, либо, вот как мне кажется, молодежь одевается, они все одеваются кеды, брюки, лосины, джинсы, велосипедки. Кстати, я купила себе велосипедки, да, я очень довольна, я буду теперь в тренде. В тренде, кстати, лосины уже тренд, который год, на самом деле. У нас тут в полгорода сняли лосины, стали надевать велосипедки, поскольку пришло лето. У нас девушки в некоторых районах ходят так, что мне стыдно на них смотреть. Вот сейчас начинается жара, и у девчонок начинается носить крышу, особенно у молоденьких совсем. Там и животы открытые, и шорты короткие, и юбки короткие, и, в общем, некоторые даже без белья ходят, но это реже, кстати, реже. Кстати, знаете, что я заметила, в Турции можно быть очень открыто одетой, очень, ой, даже очень открыто одетой. Я не говорю про платья выше колена, я говорю про конкретно короткие платья, и юбки, и джинсы, простите, шорты. Это могут быть, как, кстати, и взрослые женщины, и молодые девочки. Здесь по-разному все одеваются, независимо от возраста. Но никогда здесь не допустят того, чтобы просвечивалось белье. То есть, не дай бог, у вас видны трусы или бюстгальтер. Обязательно здесь стараются надевать вторую майку. Если не вторую майку, то бюстгальтер телесного цвета. И когда я заказываю вещи на турецких сайтах, прям вот красными нитками, да, говорят белыми нитками шут, а здесь прям вот красный такой аларм везде прослеживается в каждом комментарии. Практически хорошая вещь, хорошие шорты не просвечиваются. Классная майка не просвечивается. То есть, главное, чтобы не просвечивалось. Да, уж не важно какой длины и видна ли у вас грудь или нет, но главное, чтобы не просвечивалось. Не дай бог, чтобы вашего белья не было видно. Этот парадокс, который мне непонятен до сих пор. Ну, давайте Турция Турции, Адана Аданой. Все-таки всем, наверное, интересно было бы узнать, как у меня в семье обстоят дела с этим, да, потому что всем интересно личное, да, не публичное. Все, наверное, знают уже много о Турции, а вот узнать, что говорит конкретный блогер о своей жизни, это другое совершенно. Значит, по поводу запретов в одежде от моего турецкого мужчины. Я не могу сказать, что я очень открыто одевалась, когда жила в России, что я носила прям короткие, вызывающие юбки. Я работала вообще в офисе, и там особо не разбежишься, как говорится. Нам джинсы можно было носить только по пятницам. Все остальное время у нас был смарт-кэжуал, поэтому я никогда не могла так глобально себя проявить в плане одежды. Я могла как-то одеться красиво на выходных, а я люблю одеваться красиво, я люблю яркие, неординарные вещи. Не всегда мне нравится такой спокойный стиль классический. И когда я приехала в Турцию, я заметила, что я не могу нарядно одеваться. То есть, вот женственно нарядно одеться здесь... Нет, тебя не закидают камнями, просто здесь так никто не одевается без повода. Здесь все одеваются расслабленно. Соответственно, единственная просьба моего мужчины была в том, чтобы мои платья и мои майки не просвечивались. На этом плане, конечно, здесь одеваются более закрыто. То есть, такого количества голых девушек при наступлении жары вы не увидите в Адане, в частности, наверное, в любом другом турецком городе. Да, кто-то одевается очень открыто, но общая тенденция такова, что все-таки здесь срамные части тела прикрываются. Например, я была летом в Ростове-на-Дону, была летом в Краснодаре, и там девчонки, ну, такие красотки, они все фактически полуголые ходят. Здесь, конечно, такого нет. Не встретишь. Да, здесь надевают шорты, но если это шорты, это шорты будут не с вываливающимися половинками. Плюс ко всему прочему, турки достаточно любопытные люди, и они любят потаращиться. Они любят потаращиться, кто-то таращится в открытую, но в основном здесь таращатся, стараются смотреть тогда, когда ты не видишь. И иногда просто не хочется привлекать лишнее внимание своей яркой одеждой или излишне каким-то женственным стилем, и поэтому стараешься слиться с толпой. Но по факту самая удобная одежда – это свитшоты, всякие майки, мамс-джинсы. В эпоху карантина вообще были популярны очень треники. Знаете, как-то мы собирались на свадьбу со свекровью и со всей семьей, и я хотела надеть… У меня есть такой достаточно открытый, он вечерний, он не каждодневный, такой комбинезон. И у этого комбинезона открытая спина. Свекровь мне сказала такую фразу, я думаю, что в этой фразе вы увидите отражение менталитета людей. Мне Свекровь сказала такую фразу, ты и так симпатичная, и когда ты откроешь спину, будешь еще красивее, и на тебя все будут смотреть. Не надо это на себя одевать. Мне кажется, что красоту наоборот нужно подчеркивать. У нас же девушки наоборот все как цветы, они на себя все лучшее одевают, красят ногти, украшают себя. Здесь, ну, это мнение моей Свекрови было, мнение, скажем так, старого поколения. Вот, еще был второй вопрос, такой достаточно длинный. Давайте я часть пропущу. Я показывала в прошлом видео такую ухоженную женщину. Женщина очень симпатичная, скажем так, 50 лет, 50 лет ей точно есть. Женщина зрелого возраста, я думаю, с седыми, некрасочными волосами, очень красиво уложенными. И пишет девушка. На прогулке нельзя было не обратить внимание на женщину с седыми волосами. Только я хотела спросить о ней, и вы повторили кадры. Она мне сразу понравилась встроенной фигуркой. Как вы думаете, турчанка это или из постсоветских? Я думаю, что это турчанка, ну, либо турчанка, либо какая-то этническая группа, поскольку в Турции живут не только турки, другие еще и этнические группы, которые ассимилировались вместе с турками. Ну, чтобы быть уж точными, да, ну, будем говорить общо. Скорее всего, турчанка у нас здесь не так много русскоговорящих или постсоветских. Ну, так по очертаниям мне показалось, что это все-таки турчанка. Как так? Почему-то о турках зрелого возраста нелицеприятно отзываются. Но вот противоположный номер. Мне хочется, чтобы она была турчанкой. Ваши знакомые турчанки красивые. Вопрос. Заловка, например, другие женщины постарше. Звучит очень... Ваши вопросы звучат очень провокативно. И, как вы знаете, многие говорят, что некрасивых женщин. Нет, есть женщины неухоженные. Тема, на самом деле, очень острая. И люди, когда рассуждаешь на такую тему, они воспринимают все на свой счет. То есть, когда говорят, славянки красивые, каждая славянка начинает думать, что красивая и она в том числе. Если сказать, что турчанки, к примеру, не такие красивые, как славянки, все турчанки начинают обижаться. Хотя не могут быть все одинаково некрасивыми или все одинаково красивыми. Ведь так, да, есть просто какая-то определенная тенденция. Давайте я просто выскажу свое мнение. И в сравнении с тем, что я видела, когда жила у себя на родине, путешествовала по России или путешествовала там по Украине, неважно по каким городам, и то, что я вижу общий процент ухоженных женщин, я буду говорить женщин, не мужчин, с мужчинами другая история, здесь меньше. Да, не будем это привязывать к возрастной группе. И среди молодых, и среди пожилых примерно одинаково, как мне кажется. Что я вижу? Я вижу либо три категории девушек, это вот такие, скажем так, они, можно сказать, деревенские жители, недавно приехавшие или давно приехавшие, но вот живущие таким же образом, да. И они ходят и в шароварах, и в жилетках, и в трениках постоянно. То есть им пофигу, да, во что они одеты, они живут там в каком-то своем мире. Вторая категория, это полностью кожуально одеты, всегда нейтрально одеты. Молодежь, которая там в кедах, в джинсах, в толстовках. Вот такие вот. И еще одна категория, это работающие турчанки среднего молодого возраста. Они очень ухоженные, даже слишком ухоженные. Там и наряды каждый день новые, очень красивые, необычные, женственные, элегантные. И туфли на каблуках, и каждый день укладка, благо укладка здесь в свободном доступе, очень недорого стоит укладка, можно хоть каждое утро ходить, укладываться. И макияж идеальный, и ногти, в общем, и все при них. Но это работающие турчанки, но вы понимаете, что в Турции работает, мне кажется, половина женского работоспособного населения. Да, где-то, наверное, да, мне кажется, примерно половина. Вот так, может быть, 60%. Я не буду врать. Вот я бы выделила три такие категории. И я, понимаете, я об этом рассказываю, как многие вот думают, да, это мой рассказ имеет цель кого-то обидеть, оскорбить, кого-то унизить. Нет. Вы поймите, что, ну, я же не могу выколоть себе глаза. Да, я же не могу, не знаю, наврать вам. Я просто говорю то, что я вижу. Например, я жила там в России, в России наши женщины раньше, по-моему, ходили на каблуках за хлебом. Но сейчас, конечно же, стало немножечко попроще, слава богу. Все-таки больше идет акцент, как мне кажется, на удобство. Еще, возможно, вы не знали об этом. Здесь является стандартом красоты, стандартом, например, хорошего маникюра это русские мастера. Насчет парикмахеров не знаю, не уверена, но многие турчанки хотят себе светлые волосы, как у наших девчонок, маникюр, как у наших девчонок. Даже есть такой тренд. Русские губы, это филеры в губы, форма губ Russian Lip, называется. Я много раз видела, продают крем в тренд-йолл. Крем, значит, отбеливающий. Кстати, здесь тоже есть некоторые женщины. У нас Адана, она южный город, здесь много смуглых людей. Есть, конечно, и белокожие, все-таки турчанки это не тайки, не филипинки. У них другая немножечко история. Там практически все очень смуглые. Здесь нет. Но есть женщины, которые смуглые, какая-то часть женщин здесь есть очень смуглые, они хотят быть белокожими. Так вот, продавался, я помню, как-то крем на тренд-йолл пришла, помог ко мне. И в описании я увидела такие фразы, значит, как вы думаете, почему славянские женщины такие светлые, биас, такие белые, белые имеют в виду белокожие, не в плане волос. Почему славянские женщины такие белокожие? Потому что они пользуются этим кремом. То есть, тот факт, что элементарно просто это генетика и климатические особенности никто почему-то не упоминает. Очень странно, что на самом деле мы живем в месте, где солнце бывает раз в год, один день, дай бог. Поэтому мы белокожие, вот и все. И мечтаем загореть. Кстати, раньше, помните, все хотели загореть. Сейчас, слава богу, голова стала работать, что надо поменьше ходить в солярий и находиться на солнце. Вот такая вот история, друзья. Поэтому, как есть, так и рассказала. Все, на этом выключаюсь. Поэтому, друзья, до следующих видео. Желаю вам прекрасного настроения, здоровья. И пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.